Здравствуйте! Вот сегодня у нас разговор такой будет, любопытный, от анализа сдвигов к критерию, к анализу предпочтений. Ну ладно, значит, вот к чему я хочу все это и разговор-то затеять. С одной стороны, у нас в прошлый раз с вами был анализ сдвигов, произошли сдвиги или не произошли. Есть еще один любопытный, простой критерий, который надо вот как бы туда прицепить нам, так сказать, паровозом, к всему прочему, что у нас раньше было, и перейти к анализу предпочтений. Ну помните нашу задачку про моих девочек-студенток-математиков, у которых волосы растут на головах, да? Разная длина волос, разное, соответственно, количество, как бы сказать, очков, да? Вот взгляните, чтобы вам было это дело напомнить. Я, конечно, должен был бы, чтобы хорошо оформить, тут, значит, фотографии разных стрижек привести, это вас развлекло. Значит, от ежика единицы до длинных очень волос, длиннее у нас не было, мы это скромно назвали до ног. Значит, вот чуть пониже спины это место, где ноги начинаются. Вот это 10 очков. Ну и вот этот весь, так сказать, разбег полный. Это у нас с вами такой разговор был. И была у нас с вами следующая таблица, внимание, вот эта вот таблица. Была. Это, значит, дамы, девочки, вернее, мои, студенточки, как они себя ощущали на разных курсах по длине волос. Вот длина была у некоторых все время одинаковая, у некоторых росла. Вот видите, вот 3, 5, 5, да? И, соответственно, мы, каждая из них могла свою длину волос проранжировать, да? То есть раздать ей места в порядке возрастания. Самый слабый какой единица. А вот 5, это должны делить второе и третье место. Значит, второе и третье, среднее арифметическое будет 2,5. Ну и так далее. Это у нас с вами было. Я надеюсь, вы в прошлый раз слушали мои сплетни на эту тему. Вот так вот. Значит, есть еще один очень чудный способ анализа двигов. Ранги. Спокойно суммируются ранги. Мы, по-моему, что-то похожее с вами делали. Ранги по каждому из, так сказать, курсов. Вот, например, на первом курсе сумма рангов 37,5, на втором 46,5 и на последнем пятом 54. Вот такие вот были суммы. И сейчас предлагается еще один способ анализировать эти данные. Насколько существенен вот этот вот сдвиг. Так что явно сумма рангов увеличивается. То есть, как бы сказать, удлиняются волосы, да? Самый нижний, низший ранг, единица для самых коротких волос вот в истории жизни вот каждой конкретной студентки, да? Есть очень простой критерий пейджа. Он до ужаса простой. Он равняется вот чему сумма такая вот. Очень милое произведение. Номер. Значит, первый, второй, третий у нас. Значит, у нас несколько групп. Первая, вторая, третья. Умножить на сумму рангов. Что там надо умножать? А вот смотрите-ка. Покрупнее тут можно посмотреть нам. Значит, вот так вот. Там была первая группа. Это речь шла о первом курсе. Единица. Умножить на 37,5. Это та сумма рангов, что была для... Вот у них по первому курсу. Плюс двойка умножить на 46,5. Это их сумма рангов. Плюс тройка на 54. Так сказать, тройка это для последней третьей группы, которая соответствовала ощущению себя на пятом курсе. Ну, вот это мы... Я их наблюдал лично на пятом курсе. А все остальные годы они спокойно учились до меня, пока не встретили меня и не потеряли покой. Значит, 2,92,5. Вот этот вот L. Очевидно, надо с чем-то его сравнить. Как считать, поняли. Да, сравнить его тоже очень есть с чем. Критическое значение. Естественно, соответствующий уровню доверительному, так сказать, 5%. Вот как можно посчитать. 40 умножить на N и на C делить на 9. N это количество, значит, объектов, которые у нас были, 23 их. И C это количество, значит, периодов времени, за которые мы рассматривали моментов времени, в которых мы сравнивали вот значения этого фактора. Их у нас было 3. Первый, третий и пятый курс. Три штуки. В нашем случае это, значит, критическое значение. Критерия Пейджа равняется 307. Что у нас? У нас 292,5. Чуть меньше. Вот у нас всегда, вы заметили, какое очень согласие у всех наших критериев. То, что практически всегда у нас диагностирует нам так. Вероятность ошибки, если мы примем гипотезу о том, что в процессе обучения длина волос у студентов, математичек увеличивается, длина прически, мы ошибемся с вероятностью чуть больше 5%. Вот здесь тоже лишний раз подтверждается вот этот вот, так сказать, факт. Как видите, все критерии наши оказались достаточно взаимосогласованы. Ну, теперь хочу в этом деле поставить точку и перейти к следующему очень занятному вопросу. Собственно говоря, критерии, так сказать, Пейджа мы вставили в эту передачу, в этот урок, из-за названия, чтобы красота названия была от, к, что-то такое вот развитие, стремление, к прогрессу, к свободе, к свету. Вот. И вот у нас то же самое. Значит, должен вас оповестить о следующем. Есть некое распределение. Распределение по разным признакам. Вот некое распределение, не знаю, что это такое. Так сказать, по возрасту, например. Вот. Количество объектов здесь равно восьми. И возраст, наверное, меняется от шестидесяти, там, с чем-то лет, до семидесяти двух. Вот. Это вот называется накопленная частота. Это, видно, какой-то был коллектив, где молодежи совсем не было. Это такое вот, так сказать, предпенсионное пенсионное публика. И вот старше где-то уже семидесяти с чем-то тоже никого не попадается. Да, вот. Восемь, а это, наверное, девять следующие цифры, да? Ну, вот, наверное, девять человек вот так все вот собрались. Кривую, правда, нарисовали гладкую, чтобы она была красивой. Если отвлечься от этих цифр, что внизу нарисовано, это называется график накопленных частот, да? Абсолютных частот. Вот. Вот такая вот вещь. В теории вероятности такого рода функции называется просто функция распределения. И показывают они вероятность того, что случайная величина, ну, вот по этой оси она обычно откладывается, меньше, значит, данного значения. Вот в данном случае, вот, меньше шестидесяти семи лет, пять человек. Меньше или равно шестидесяти семи годам их возраст, да? Вот. У пяти человек. Вероятность, ну, она придется выделить на общее количество, так сказать, пять девятых. Вот такая вот невеселая жизнь. А формы кривых разные. Бывает, между прочим. Бывает такая вот, как была, так медленно нарастает, и старья там побольше. А вот здесь кого побольше? Мы молодежи? То есть вот ли величин два, четыре, шесть, восемь, десять? Или кого? Значит, вот давайте посмотрим. В пределах от двух до четырех сколько у нас объектов? 140 примерно где-то, да? А все остальное, шестьдесят объектов, это старше четырех. Значит, вот здесь вот скорость роста этой функции распределения наибольшая. Значит, объектов вот в этом диапазоне у нас больше, чем в других диапазонах. Вот это вот называется функция распределения. Функция распределения случайной величины, или функция распределения, вот, так сказать, фактически каких-то вещей. Вообще, такого рода функция распределения, когда величина, по которой мы можем распределить, скажем так, наши объекты в психологических экспериментах, она очень нечасто встречается. Видите ли, психологи, они любят такие расплывчатые вопросы анализировать. В этом-то и прелесть математических методов для психологии. Вот это все буквально взято, ну, я не знаю, из классической статистики, которая оперирует численными величинами, числовыми всякими характеристиками. Там все гораздо проще. Так вот, у этой кривой, которую мы сейчас смотрели, есть у нее замечательное дополнение. Называется оно так, производное от нее. Вот, посмотрите, вот я на прежнюю кривую возвращусь. Не обращайте внимания на эти цифры, что вдоль оси находится, неважно. Где скорость рост самая большая? Вот здесь, да? А вот у предыдущей кривой. У нее скорость самая большая вот в этом районе. Что такое скорость? Я вот напоминаю любителям математики, что скорость изменения функции, это все равно как тангенс угла наклона касательной, да? О, как здорово просто объяснил, правда? Сейчас скажу, что такое. Вот чем круче вот эта вот касательная, вот тут она вот крутая, а вот тут она менее крутая, заметно, да? Вот менее крутая, что, так сказать, более пологая, да? Вот тут скорость меньше, а вот тут самая большая. А вот тут вот, вот тут я провел касательную, тут скорость еще меньше, правда? То есть тоже маленькая скорость, а вот тут, совсем горизонтально, тут вообще ничего не меняется. Так вот, самая большая скорость изменения вот здесь, вот в этом месте. Вот для таких красивых кривых, она симметричная кривая, для нее и плотность распределения, то есть распределение, сколько при данном значении вот этой переменной х, сколько на единицу приходится вероятность, значит, обнаружения здесь вот в значении случайной величины в таком вот диапазоне. Ну вот эта вот кривая. Вот это вот та самая колоколообразная кривая, про которую вам не устаю утвердить, очень сильно напоминающая гауссовое распределение. Вот она, математическое ожидание, здесь где-то вот, ну здесь вот для нулевого математического ожидания, отклонение вправо и влево. Такая вот красивая кривая. И у классических вероятностников и статистиков есть такая классическая задача. Как сравнить два распределения, насколько сильно они отличаются. Вот скажем, вот оно, экспериментальное распределение, да, экспериментальное распределение, мы хотим проверить, а оно вот этому сильно не соответствует, с какой вероятностью вот такого рода полученные данные, но тут они, конечно, явно очень сильно отличаются от того распределения, под которым мы его пытаемся подогнать, да. Ну специально оно так сдвинуто, вот, чтобы его вот не перепутать. С какой вероятностью эти распределения совпадают? Ну это такой критический случай. А вот нечто более правдоподобное. Видите, вот тут холмик, и тут холмик, но не такой высокий. А может так просто случайно получилось. А может быть вот эти данные вот как-то вот их, почему-то они вот сюда перетекли. Вот с какой вероятностью вот это пунктирное распределение на самом деле не противоречит гипотезе вот о таком вот красивом распределении колоколообразном. Столько тумана я вам навел, ужас. Этот туман тем более вам вреден, потому что задача, которую я сейчас буду пытаться вам представить, она гораздо проще, чем все эти колоколообразные распределения. Есть такое понятие равномерное распределение. Ну вот сейчас посмотрите, вот равномерное распределение психологии. Вот некто, некая молодая особа, сидит она, работает где-нибудь в офисе. Сидит на своей комнатке, на компьютере что-то там набирает. Ну раньше это на машинке набиралось, сейчас на компьютере. И подпиливает все ноготочки. А к ней там, значит, иногда приходят молодые сотрудники, что-то там приносят, находят какой-то повод прийти. И вот выясняется, что некоторые сотрудники приходят к ней несколько чаще. Ну, понятное дело, молодые люди, они как-то друг другом интересуются. И есть смысл выяснить вот этой вот девушке, чтобы подпиливать свои ноготочки постоянно, чтобы они не росли. Почему-то вот у меня такое впечатление о машинистках осталось от далеких советских времен, что они постоянно вот равняют свои ногти. Ну, видимо, чтобы они всегда были определенного размера. Скорее всего, это так. Чтобы печатать было удобно. И вот хочется нам выяснить, вот тот молодой человек, что чаще ходит, это может просто случайность? Или он к ней неровно дышит, что называется? Он к ней неравнодушен? Вот это бы как проверить. Есть такой метод проверки. Вот я к этому-то и клоню. Вернемся к нашим картинкам. Есть классический метод, называется он перетерий х квадрат. Вы о нем уже много раз слышали от меня. Он где только не появляется в статистике, появляется и здесь. Вот как сравнить, например, истинное распределение, это пунктирное, и реальное, вот такое смещенное, какое-то асимметричное распределение. Случай это или не случай. Делается это следующим образом. Определяется некое расчетное значение х квадрат. Но уже имея расчетное значение х квадрат, с помощью наших чудесных электронных таблиц всегда можно посчитать вероятность, насколько это правдоподобно. Вот оно, расчетное значение. Что это значит? Значит, фактические данные, статистика, фактические данные, n и фактическое, минус n и теоретическое. На всякий случай, сверху над этим n стоит такая волна. Волна эта называется тильда. И так обычно, вот как-то так вот обозначает то, что вот теоретическое, то, что вот проверяют, должно быть или не должно. Расчетное значение. Вот. Ну так вот, внимательно поглядите на эту сумму. Что суммируется здесь? Сумма относится ко всей дроби, между прочим. Разность, вернее, квадрат. Квадрат разности фактического и теоретического значения, отнесенный к теоретической частоте, которая должна была бы здесь появиться. Вот о чем идет речь. Дальше все моментально, быстро и легко превращается в жизнь. Так, ну, очень скучно рисовать длинные слова, писать там теоретически, не теоретически. Вот думайте, что здесь состоит волна тильда, и здесь тоже эта самая тильда. Ма тильда, тильда. Значит, иногда есть смысл так говорить о вероятностях. Вот она, вероятность фактическая, то, что наблюдалось в эксперименте, появление, значит, в дверях какого-то определенного молодого человека. А это вот теоретическая вероятность. Вот она, теоретическая вероятность. Как же нам поступить в этом случае? Вот она, загадка, да? Коля, Паша, Сережа и Боря. Вот, оказывается, тут и Боря тоже есть. А посещают машинистку в офисе. Что-то ей все приносят там, вот, то ей, значит, там работу какую-то принесут, то спросят, они готовы ли моя работа, а не звонил ли кто, а не приходила ли телеграмма. Что-то вот такие вот дела. Ну, в общем, да может и правда им это нужно, на самом деле. О, всех чаще Коля заходил, а всех реже Паша и Боря. О, Боря, оказывается, равнодушен совершенно, это точно. Выясняется, но нужно выяснить вопрос, как там Коля? Может быть, он слишком сильно интересуется машинисткой, секретаршей, или кто она там есть? Вот. В 68 посещений, как вы видите, имели место быть за это время. 68, не более, не менее. Значит, если бы люди ходили к нам равномерно, совершенно случайным образом, равномерно ходили бы, то каждый из них пришел бы 17 раз в среднем. Вот это вот их значение теоретическое, которое должно было бы быть, если бы все они одинаково относились бы к этому делу. Ну, в конце концов, действительно, отличие на несколько единиц не так уж важно. Вы знаете, я знаю способ, который позволяет предварительно оценить вероятность успеха. Смотрите как. Есть, помните, я вам рассказывал, есть такое распределение, называется распределение Пуассона случайной величины. Вот это как раз количество посещений, оно распределено по закону Пуассона. Так же, как по закону Пуассона распределено количество звонков к вам, поступающих на мобильный телефон или там на стационарный телефон. Количество обращений на сайт чей-нибудь, сколько там гостей туда зашло. Количество чего там еще, посетителей, которые в магазин заходят. Или покупатели они называются. Вот. Так вот, это количество в среднем, да, равно какой-то величине. А дисперсия равна этой же самой величине. То есть, если мы предполагаем, что вот это вот, вот оно, распределение верно, вот такое, в среднем каждый из них имеет желание прийти, имеет необходимость, вернее, лучше сказать, нежелание прийти к машинистке 17 раз в течение дня, то вот дисперсия равняется 17 квадратных посещений, да, потому что, помните, дисперсия измеряется в квадратных единицах. И среднее квадратическое, значит, отклонение, соответственно, равно 17, корень квадратный 17. Это примерно 4, 4 с небольшим, не так уж, что важно. Значит, давайте посмотрим, 29 от 17 на сколько отличается? На 12. Батюшки, это как раз 3 сигма. Это как раз 3 раза по 4. Вот кто действительно неровно дышит к нашей машинисточке. А вот этот товарищ, он что, очень равнодушен? 11 от 17 это отличается на 6. Где-то полтора сигма. Ну, скорее всего, он к ней достаточно равнодушен. Нет у него какой-то к ней такой вот стремления почаще зайти, каждый повод, да и особенно нет желания сбегать. Да, он заходит, когда нужно по работе. Ну, вот такой вот человек. А Коля-то явно что-то такое имеет личный интерес к ней, да. Может быть, этими исследованиями занимается не сама. Милая девушка, а её на начальство. Чтобы, значит, подчинённые, чтобы эти молодые люди занимались работой, а не ходили бы вот по гостям. Ну, вот так вот. Это я вам рассказал, так сказать, за кадром. Такой экспресс-метод вот такой вот оценки, да. Рассказал? Рассказал. Слушайте дальше. Давайте приготовимся, значит, к вычислению всего, что полагается, связанного с этим вот равномерным распределением. Ну, поехали. И, значит, так. Вот они, Коля, Паша, Серёжа и Боря. Вот их посещение. 29, 11, 17, 11. А всего 68. Вот это теоретические значения. Что бы было, если они с одинаковой вероятностью появлялись в дверях кабинета этой милой особы. А вот это вот квадрат разности. Смотрите-ка. 29 минус 17, 12. 12 в квадрате, 144. 11 минус 17, минус 6. Минус 6 в квадрате, 36. 17 минус 17, 0 в квадрате, 0, 36. Это те же самые 11 минус 17 в квадрате. Вот. Вот эти вот набор таких чисел. Что там нам положено дальше посчитать? Нам дальше положено посчитать отношения. Вот это вот квадрат разности, квадрат отклонения фактического значения от теоретического, фактической частоты, значит, посещения от теоретической частоты, делённое на теоретическую частоту. 144 делить на 17. Вот. Естественно, все эти расчёты выполнял, так сказать, мой верный робот в виде, значит, компьютера. Excel там был у него. Он им и пользовался, он и считал. Вот, пожалуйста, 144 поделил на 17, 36 на 17. Ну, а тут очень удобно было делить 0 на 17, да? 0 и получился. Вот, пожалуйста, 36 на 17, это то же самое значение дали. Так оно и положено. А вот это вот сумма. Вот оно. Фактическое значение, расчётное, можно сказать, значение хи квадрат. 12, ну, и 7 десятых. Так, чтобы голову не ломать. 12 и 7 десятых, вот то значение хи квадрат, для которого мы собираемся, значит, сейчас проверить, вероятно, это то, что есть смысл принимать гипотезу о том, что распределение равномерно, или нет смысла принимать гипотезу. Есть такое слово учёное, называется оно так, число степеней свободы. Вот число степеней свободы, оно так вот почти всегда, почти всегда в таких случаях равняется количество объектов, количество тех экспериментальных частот, что мы считали. А у нас их было 4, минус 1. 4 молодых человека, без одного, это 3. Вот оно количество степеней свободы. К. Равно 3. Это обозначается вообще буковкой Ню. Она очень похожа на букву В. И вот в наших компьютерных слайдах они, буква Ню, греческая буква от латинской буквы В, или ВИ, как говорят англичане, она неотличима. Значит, очень мило для различных вероятностей посчитать значение критерия хи-квадрат. И он оказывается вот каким. Для вероятности 0,05, 0,05, он составляет 7,81. Для вероятности 0,01, 11,3. У нас получилось больше, чем 11,3. Вот сколько получилось, 12,7. То есть, явно, с вероятностью меньше 1%, мы ошибемся, если примем, что Коля неравнодушен, что Коля подозрительно часто появляется в офисе. Что-то не то тут. То ли он очень активно работает больше всех, в принципе, не надо на него говорить, что он прямо к этой, к секретарше, прямо воспылал каким-то чувством. В конце концов, он, может быть, по какому-то делу ходит, просто он более производительно работает. Пожалуй, в этом случае даже большее внимание на него нужно обратить, если он такой производительный, что он существенно больше, значит, приносит, так сказать, пользы на своей работе, чем все остальные. Ну, вот это вот очень, очень важный результат. Да, можно было бы иначе посчитать. Вот конкретно, помните, у нас формула была такая, хи квадрат-то, хи два расп, да? Вот по этой формуле считаем, для вот такого конкретного значения хи квадрат, 12,7, запросто можно посчитать вероятность. Вероятность чуть больше половины процента. 0,005, ну и там какие-то там 10,001, 100,001. Вот. Чуть больше 5% вероятности ошибки. Да, на колю нужно всяко обращать большое внимание. Ну вот, я вам такой показал пример. Вы можете сами, в принципе, значит, его анализировать. Какие, с помощью вот такого метода, можно анализировать самую разнообразную информацию. В какой-то книжке по психологии я видел анализ, скажем, высказывания персонажей произведений классических, драматургических, там, где, значит, как часто люди, ну, персонажи о ком-то заговаривают, кого-то там вспоминают, кого-то упоминают. Значит, сколько знаков внимания, что называется, они делают, да? Насколько вот больше. Кому этот персонаж неравнодушен, да? Вот, видимо, по мотивам этого анализа, и меня тут вот этот вот Коля оказался неравнодушен как к машинистке шефа, своего, к секретарше шефа. Вот, я предлагаю вам вспомнить нашу старую такую вот историю про некую психологическую консультацию, куда приходили мужчины и женщины. Помните, такой был разговор? Пять человек, пять человек в день она принимала, эта консультация, и, соответственно, могли прийти туда только мужчины, вот они, пять мужчин пришло, или только женщины, ни одного мужчины не пришло, ноль мужчин. Это вот количество, значит, каких-то вот объектов, значит, которые появляются вот из пяти, да? Пять человек пришло, вот из них, значит, либо ноль, либо один, либо два, либо три, либо четыре, либо пять оказались мужчинами. Ну, мы работаем в предположении, что вероятность появления мужчины или женщины в принципе одинаковая, то есть количество мужчин и женщин вот в том городе, где открылась эта психологическая консультация, или в том районе, я не знаю, одинаковая. И мы хотим выяснить, насколько, глядя по нашим данным, правдоподобно вот предположение, например, о равномерности, о равновероятности обращения к нам мужчин и женщин. Вот о чем идет речь. Это, на самом деле, очень полезный, поучительный, важный, нужный, значит, вопрос насчет равновероятности обращения, то есть на кого нам ориентироваться, может быть, нам нужно ориентироваться на работу с вполне определенными, так сказать, объектами, да, психологического консультирования. Помните, как мы это считали? Но, скажем, вероятность того, что не придет ни одного мужчины, да? Напоминаем, это было так, вот приходит первый посетитель, а он, с вероятностью, одна вторая женщина. Приходит второй посетитель, а он, с вероятностью, одна вторая женщина. Третий, четвертый, пятый. Пять раз. Пять раз надо одну вторую умножить саму на себя. Это одна вторая в степени пять. Одна тридцать вторая. Вот так вот. А вот тут что такое было? А тут один мужчина пришел. Вроде как проявление мужчины тоже, как и женщины, одна вторая. Почему же тут пять тридцать вторых, да? Ведь у нас один мужчина и четыре женщины. Оказывается, мужчина может прийти любым из пяти, либо первым, либо вторым, либо третьим, либо четвертым, либо пятым. Пять разных способов появления мужчины в этом коллективе. То есть вероятность вот такого события должна быть 5.32, если приход мужчины и женщины предполагается равновероятным. Два пришло человека. Это два мужчины. Человек оговорился, боже мой, извините, пожалуйста, я не подумав. Значит, два из пяти можно выбрать десятью способами. Помните, там слово такое было, число сочетания из пяти подвода. Десять способов. Я даже вам на пальце показывал, как это делается. Три из пяти мужчины, а два из пяти женщины, между прочим. Тоже десять способов прийти. Четыре. Это одна женщина пришла. Пятью способами эту одну женщину можно рассадить на пяти стульях в нашей приемной психологической консультации, нашей психоконсультации. Вот. Ну и все мужчины могли прийти только одним способом. Ну, первый, второй, третий, четвертый, пятый, все мужчины. Вот одна, тридцать вторая. Легко проверить, что сумма этих вероятностей равна единице. Смотрите. Одна, до пять, шесть, до десять, шестнадцать, двадцать шесть и еще шесть. Тридцать две, тридцать вторых. Действительно единица. Все нормально. Вот такое вот теоретическое распределение. Его, кстати, можно, ну, если у вас, так сказать, консультацию вам открывать, ну, слишком хлопотно, при желании вы это можете смоделировать с помощью подбрасывания монетки. Подбрасываете пять раз монетку и считаете там выпадение орла, например, сколько раз выпал орел. Он ведь мог выпустить у вас любое количество раз, да, от нуля до пяти. Ну, вот, мы сейчас это все и проверим. Напоминаю вам, что вот то, что сейчас было нарисовано, написано, это называлось ряд распределений случайной величины. Есть чудесный способ изображать ряд распределений с помощью вот такой вот ломаной линии. Его еще называют многоугольник распределения, многоугольник, полигон, полиугольник, многоугольник. Вот они, многоугольник распределения, то есть значение вероятности для разного количества, для разного, для разного значения случайной величины. Количество мужчин, обратившихся в течение дня в психологическую консультацию, где принимают пять человек в день. У нас такая вот внимательная с ними работа, психоанализ, можно сказать. Вот. Такая вот напоминающая фудзияму кривая получилась у нас. Ну что, давайте возьмемся за расчет. Мой верный робот смоделировал мне, да, я не стал бросать монетку. Мой верный робот смоделировал мне 16 дней работы вот этой вот консультации. И туда действительно с вероятностью одна вторая, должна была приходить женщина, с вероятностью одна вторая мужчина. Вот каждый день по пять человек принимали. И вот было у нас такое дело. Ни одного дня не было, чтобы не пришел ни один мужчина. Ни одного дня не было, чтобы пришел только один мужчина. Четыре раза приходило два мужчина, остальные женщины четыре раза три мужчины. Восемь раз приходило четыре мужчины. И ни разу не было такого, чтобы приходили только одни мужчины без женщин, да. Не было бы, ну, не приходили женщины, да. Вот оно что такое. 16 испытаний, да, 4, 4, 8. 16 дней таких было. Поняли, о чем я говорю? Это значение случайной величины. Количество людей, обратившихся за психологической помощью. А это количество дней, когда такое было, да, когда такое наблюдалось. Дней у нас всего было 16. Вот почему-то 16 дней мы наблюдали. Знаете почему? А потому что 16 хорошо делится на 32, да. Это одна вторая получается. Чтобы все эти дроби были красивые, никаких проблем не было, легко превращались в десятичные. Поэтому тут так вот и написано. Ну так что, давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Значит, математическое ожидание чистоты появления вот такого вот нулевого количества женщин. Сколько наиболее вероятное значение вот такого вот, так сказать, факта быть, да. 16 событий и с вероятностью... Хотите заглядем на предыдущую таблицу? Смотрим. О, предыдущая таблица. С вероятностью 1,32, да. Никто не приходит к нам, да. То есть вот из 16 раз должно примерно прийти половину раза 16 на 1,32. А один человек, один мужчина... Опять вот оговорился. Вот моя, так сказать, гендерная сущность нехорошая. Вот. А один мужчина мог появиться 5,32 умножить на 16. Два с половиной раза. Вот это вот такое вот ожидаемое значение теоретическое. А два мужчины 10,32 умножить на 16. Пять раз. И тут тоже будет пять раз. А тут будет что такое? Будет 2,5. И тут, наконец, одна вторая. 0,5. Вот это вот теоретические значения. Ну, возвращаемся к светлой нашей таблице. Вот. Это и есть те самые теоретические частоты. А это фактические частоты. Экспериментальные частоты числа появившихся, значит, людей. Этот способ, этот вот случай, как бы сказать, он более сложный, несколько более информативный, наверное, чем случай просто вот анализа предпочтений. Сколько раз принц оказал знак внимания той или иной невесте, которые пришли к нему там на бал во дворец. Это перепев сказки Золушка. Вот, например. Вот там, помните, в классической советской экранизации Золушки, там такая вредная-вредная мамаша, мачеха Золушки, фиксировала, сколько знаков внимания оказал принц ей и ее дочерям. Сколько он там раз в них там самолетик кинул, вот, сделанный из бумаги, еще чего там, из рогатки, по-моему, даже стрелял. Ну, в общем, еще тот был принц. Рано ему было жениться, конечно. Ну, так ладно, продолжим. Вот, тихо, мирно будем продолжать заполнять таблицу. Итак, фактические значения, фактические частоты, теоретические частоты. Разница между фактической частотой и теоретической. От нуля отняли половину. Минус 0,5, да? Минус 2,5. Это от нуля 2,5 отняли. От 4,5 отняли. Минус 1, минус 1, 5,5. Это от 8 отняли 2,5. Ну, осталось теперь нам их потихонечку в квадрат возводить. Вот они. Минус 0,5 в квадрате. 0,25, то есть четверть. 2,5 в квадрате, 6,25. Квадратные минус единицы, то есть единицами они стали. 5,5 в квадрате. Это, конечно, не ровно вот 30,3. Это мой верный робот, так сказать, я просто округлил. Значит, это 30 целых и что-то там еще. Вот, и вот это 0,25. Вот самое большое, вот отклонение. Заметили какое? Вот оно, самое большое отклонение от фактической частоты. Поразительно, но посчитать нам нет больших проблем. Хи квадрат. Как считаем? 0,25 делим на 0,5. Сколько получается? 0,5. 6,25 на 2,5. 2,5. Единицу делим на 5. 0,2. Единицу делим на 5. 0,2. А вот эти вот 20,3 делим на 2,5. 12,1, сказал нам робот. Ну и 0,25 на 0,5 тоже 0,5. Сумма вот эта вот, по мнению, значит, авторитетного моего компьютера, составляет 16 единиц. Это значение хи квадрат. Нам теперь осталось проанализировать, сколь это все существенно. Итак, число степеней свободы. То самое пресловутое ню, вот буква, это не ню буква, буква В, просто она очень сильно похожа на букву ню. А буква ню, это как вот такая буква В, сдуваемая ветром. Такая, знаете, вот как куст сдувается ветром. Сдуваемая. Ну так вот, количество степеней свободы, число степеней свободы, как говорят, равно в данном случае 5. 6 у нас различных значений принимает случайная наша величина. От 0 до 5, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 значений. Вот оно, 6 без 1, 5. И значение хи квадрат расчетное 16. Чему же равна вероятность того, что мы ошибемся, приняв эту величину за, значит, приняв, что эта величина распределена по бинамиальному закону? Вот какова. Меньше 1%. Вот такая вот вероятность. Если была бы она несколько больше хи квадрат расчетная, значит, было бы еще больше. Для какого-то другого распределения просто подсчитано еще больше вероятность. Вот как. Эта вероятность не ошибиться, да? Вероятность не ошибиться слишком уж такая не очень большая была. Так, еще какой-то набор вероятностей почти прям, ну, прям почти идеально, да? Видите, вместо 2,5, 3, а тут прям по 5 получилось. А тут вот 2,5, 3, ну, тут уж не ошибешься наверняка, 1,2, да, значение этого самого хи квадрата. Да, вероятность не ошибиться оказалась вот какая, 0,94. Ну, тут можно спокойно жить. Вот при такой маленьком значении хи квадрат, в данном случае, чем хи квадрат меньше, тем более вероятно, что это распределение имеет вот тот заданный характер, который мы ему пытаемся внушить. Отдельный случай бывает вот какой. Когда ответ на вопрос бывает, либо да, либо нет. То есть, просто однократно вот что-то такое происходит, либо да, либо нет. Там у нас все-таки была некая история такая, да? История 16 дней, приходили люди, по 5 человек, вот, а тут просто вот один день. Пришло к нам 82 человека, тоже вот не фиксируется, да? В принципе, 41 женщина должна была быть, 41 мужчина, если все поровну, да? А на самом деле было 30, кого там, мужчин, например, и 52 женщины. Насколько ожидаемо вот такое отклонение, да? Ну, вот оно, разница. Это вот теоретические частоты, а это фактические частоты. То есть, такое, фактически, это что-то такое распределение объектов по некому бинарному признаку, и причем нам тут не удается вот что-то еще вытянуть, дополнительную информацию о форме распределения, да? Если мы поработали подольше, вот как там, 16 дней принимали бы гостей, вот тут вот что-то у нас было бы еще, а сколько их приходят в день? Они могут быть по-разному в каждый день приходить, правда? То есть, интенсивность посетителей разная. Что там вообще-то и бывает. Одно дело будний день, совсем другое дело день выходной. Ну, может быть, скажем, за психологической консультацией выходной-то и больше людей придет. А вообще говоря, вот случай, на случай не похож должен быть. То есть, вот эта вот величина, она совершенно разная, да? Ну, скажем, покупатели в магазине книжном фиксировались. Вот 82 покупателя что-то там купили. Ну, поняли меня, да? Отличие фактической частоты от теоретической. Минус 11 и плюс 11. Так оно всегда и будет. Одно ровно минус сколько-то, другое ровно столько же, но с плюсом. Вот оно, 11 в квадрате. 11 в квадрате, да не совсем 11 в квадрате. Здесь считается вот как. 11 минус половина. Вот что тут возводится в квадрат. 11 по модулю 11 минус половина. Вот это вот 110, 25. Вот в этом случае есть одна поправка. Мы это не зафиксировали в виде, так сказать, формулы. Но вот это вот отличие, которое возводится в квадрат, потом делится на 41, чтобы получить сумму хи квадрат, отличается здесь вот на эту вот половинку. То есть, на самом деле, это бы возводилось в квадрат не 11, а 10 с половиной. 11 это было бы 121 значение. Вот, а это вот 110 с четвертью. 10 с половиной в квадрате. Вот что получилось. Ну и значение критерия хи квадрат 5 и 378 сотых. Ну так что, посмотрим. Число степени свободы в данном случае одна. На расчетное значение хи квадрат 5 и 37. Вот оно, пожалуйста. Вероятность, которую можно отсюда посчитать, 0,02. С какой бы вероятностью должно было быть, чтобы мы приняли гипотезу о равномерном распределении с вероятностью не хуже 5%. То есть, вероятность ошибки была бы 5%. Это сколько у нас получается? 3,84. А с вероятностью 1%, чтобы мы ошиблись, 6,63. А у нас только вот такое вот значение. Оно значение больше выходит за пределы. То есть, гипотезу о равномерном распределении лучше не принимать в данном случае. А, простите, как раз она вот в середке между ними. Гипотезу можно и принять. Оно между 0,1 и 0,2. Ну, заговорился. Да еще плохо, без очков вижу. 2% вероятности ошибиться, если принять гипотезу о равномерности этого распределения. Вот так вот. Ну что ж, вот даже по однократному такому вот измерению, оказывается, можно что-то оценить. Хотя мне всегда казалось, что ну как это так? Надо побольше накапливать, статистики набрать, вагон. Это такое общее желание всех физиков, экспериментаторов. А вот психология так не всегда бывает. Часто очень психологи работают с редкими, уникальными, неповторимыми явлениями. Каждый человек ведь нам интересен, каждый человек нам дорог, как когда-то пелось в комсомольской песенке. Я благодарю вас за внимание. Мечтаю увидеться с вами еще. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok